Я обещал рассказать, что, собственно говоря, обозначала эта дикая сцена. Случилось в изоляторе. Да, в изоляторе КГБ. Или в КГБ, да. Дело в том, что Лукашенко попробовал разок. Помнишь, я рассказывал про грамотных пиарщиков, которые там на него навешаны были Кремлем. Вообще он их, как правило, не слушает. Но тут он решил сделать исключение и разочек послушать грамотных пиарщиков. Ему для этого потребовался суровый окрик из Кремля. Что, не балуй, усатый, давай вот иди и делай то, что тебе говорят. Лукашенко идея беседы с оппозицией в тюрьме показалась настолько идиотской, что он там от злости чуть ли не усы себе выщипал. Ну и вот ему передали, чтобы он делал то, что велено. И это такая, я бы сказал, очень проверенная, очень эффективная пиар-манипуляция. Это называется разбавительный поступок. Это практикуется всегда, везде. Вот для того, чтобы дезориентировать общественное мнение, погасить, притупить гнев, используется этот простой и очень опробированный прием. На его применение, на его изготовление сделано очень много денег. Его знают абсолютно все пиарщики. А вот белорусы, они оказались настолько наивными, что им этот уфтень, в общем, может очень зайти. Вот пойми, когда мы берем фигуру кровавого маньяка и начинаем вкладывать ему в уста, в его поведение, какие-то абсолютно логичные, нетипичные, дерзкие, внешне разумные действия, мы начинаем разбавлять этот его жуткий кровавый облик. И у сомневающихся возникает на минуточку сомнение, что не все так однозначно, что не все так просто, как нам видится. Он не такой поганец, он не такой паршивец. И вот через это наращивание однозначности разбавляется демонический образ, что все вообще не так просто. И этот трюк, в общем, я тебе могу сказать, он срабатывает, он всегда срабатывал. И первые, кто подверглись этому трюку, были непосредственно узники. Они там что-то хамили, ершились по ходу дела. Но Лукашенко было в ответ велено не хамить, не вскипать, а обсуждать конституцию. Ну, самое безобидное, потому что ну что такое конституция? Абсолютно абстрактная штука. Это перечень тех благих намерений, которыми вымощена дорога в ад практически любого государства. И это очень необязательная вещь предельной значимости. Следовательно, надо обсуждать конституцию. В общем, я боюсь, что как раз Беларусь это тот самый тихий, бесхитростный угол мира, где все эти пыльные методики, а это сильно не единственная Оленька, существует еще, ну, примерно 15-20 убойных хитростей такого типа. И я очень боюсь, что вот эти девственные белорусские сердца, с которыми никто никогда в эти игры не играл, да, там дальше картофеля ничего не заходило, что они могут поплыть. И я хочу сказать, что... Я что-то сомневаюсь, Александр Григорьевич. Ну вот, Оля, значит, смотри, вот я хочу им сказать... Таким топором это было вырублено, простите, эта сцена, притащить людей, про которых многие уже давно забыли уже, что они вообще не знали, живы они или нет, и вместо того, чтобы, простите, выпустить их, например, на свободу, а потом поговорить... Ну почему? Одному подарили баню, одному дали возможность помыться. И тем не менее, хочу сказать... Другому разрешили с женой поговорить. Да, хочу сказать, что вот, друзья мои, вам то, что называется, подливают клофелинчик. Кстати, Колесникова не купилась на этот прием. В прямом смысле этого слова вы можете проснуться без протестных штанов в той же самой койке с Лукашенко. Но мне все-таки кажется, что есть еще люди в Беларуси, которые понимают, что им втюхивают. Оль, есть, безусловно, есть, но есть те... Все зависит не от тех, кто есть, и не от тех, кого нету. Все зависит от тех, кто не определился, кто не вскипел, не воспламенился, кто прячет от себя эту реальность. И таких на самом деле реально очень много. И они все решат. Сейчас Лукашенко делает все, чтобы они решили, что да, он урод, с которым им не по пути. Но вот такие приемчики... Знаешь, я всегда, когда меня спрашивают, кем надо быть и что надо делать, чтобы дожить до моих лет в политической журналистике, я всегда объясняю, что вот для того, чтобы некоторые тайны разбалтывать, очень многие тайны надо хранить. И да, именно это дает право на разбалтывание некоторых. И я могу сказать, что таких методик, таких возможностей очень много. И все они, мы видим наивность, мы видим бесконечную какую-то, ну вот в приличном, в нормальном смысле этого слова, святость этого бедного народа. Вы знаете, мне кажется, что сочетание вот этой встречи с заключенными фактически, с заложниками, и как бы там цветочки, вроде все такие сидят, глаз не подбит, в общем, есть на что приятно посмотреть. И в этот же момент разгон стариков, разговоры о применении боевого оружия, ловля какого-то подростка, убежавшего из стрельба ему в спину, это, мне кажется, так не работает, так не может работать. Ну пойми, он же действительно то, что называется интеллектом, не блещет. И в некоторых случаях он согласился на то, чтобы его действиями руководили грамотные пиарщики. И вот тут он вдруг выглядит совершенно иначе, согласись. Для неподготовленного, для человека, который колеблется, наступает вот это вот, отступает черно-белое, и начинается серое, неопределенное, что не все так просто. И это очень опасное, очень коварное состояние, на которое не надо покупаться. Ребята там, в Минске, в Беларуси, помните... Нам пишут, что им не зашло. Вот это пишут те, которым не зашло, да? А некоторые еще чешут репы. Продолжение следует...